и снова здравствуйте уважаемые зрители сегодня что я буду вам показывать у меня в ремонт этим вечером попал электролобзик с странной симптоматикой такой то есть двигатель крутит ничего не происходит шток не двигается собственно показываю вот он лобзик собственной персоной его модель m1 q80 нашей неизменной фирмы эксперт tools и так принципе что мы видим здесь есть раскачка пилки то есть вот такой классический быстросъем он стать на многих лобзиках стоит там довольно таки среднего инструмента бытового то есть сейчас я буду разбирать заодно буду рассказывать и определим что именно вышло из строя и так что нам нужно для начала открутим наверное на пластину то есть как называют упорный столик здесь идет ключик на 3 под шестигранник 1 теперь нужно раскрутить корпус здесь много винтов нужно следить за тем что не пропустить ни один так раскрутили 1 так скрываем корпус должно все все в этой части все стружечки ничего такого нужно всегда обращать внимание на посадочные места где втулки вала то есть здесь круглая такая вот втулочка вала сидит вот упорная вот как параллепипед пластина упорная то есть на их посадочные места и подсадочные места позиционной вот пластины как в которой двигается штифт так ну собственно приступим почему здесь когда вот кручуя двигатель шестеренка стоит на месте соответственно шток насажен на штифт который шестеренку заходит если шестеренка не крутится естественно у нас не будет таких поступальных движений делать в чем собственно проблема как я вижу с шестерней проблем не наблюдается шестерня ротора принципе не сильно изношена а вот у нас лопнул кронштейн вот этом месте вот видно видно сразу трещина и ротор естественно из-за трещины отошел вышел из зацепа шестерни ну что ж такое чиниться в принципе только заменой кронштейна вот этого хорошо это очень хорошо потому что такой кронштейн у меня как раз таки есть сейчас я продолжу разборку для того чтобы вычистить всю гадость и старую смазку со стружкой из механической части и уже буду менять сразу вот эту пластинку продолжим так вот пластиночка она вот на таком штифтике сидит так всегда нужно посмотреть не повреждено ли внутренняя вот полость вот это пластины которая наварена на шток здесь отлично так здесь вот штифтик так упор пилочки сам механизм который уже подпирает вот упорный механизм делает под этим то есть при этом регулируя разный вот угол раскачки то есть больше меньше три позиции напомню так дальше откручиваем пластину здесь идут длинные винты так нужно наверно вытянуть щетки чтобы не повредить и уже весь механизм с ротором и статором вуаля достали есть вот такая вот штука произошла вот шайбочка так пробую подшипники так передний подшипник нормальном состоянии задний подшипник ротора не имеет каких-либо дефектов тоже спереди стоит 608 сзади стоит 607 так рассмотрим если какие особые повреждения на роторе но именно шлицов принципе может еще работать отложим и так механическая часть вот вот собственно что произошло вот такой вот кронштейн он сломался и тем самым остановил всю работу лобзиком ну чтож сейчас его все еще дальше разберу так здесь втулочка дальше разобрать что нам принципе нужно разъединить вот этот механизм рассоединить и перим перечистить перемыть вытереть насухо собрать и заново смазать так здесь есть вот вот этот кронштейн имеет штифт он проходит насквозь и держит уже шестеренку здесь есть такое штопорное кольцо в принципе я постараюсь снять его без каких-либо повреждений но если она сломается и или не получится снять его без вандализма нужно будет менять все отлично все снялось вот такое махенькое колечко так снимаем шестеренку то есть я тоже смотрю с нет с ней никаких ярко выраженных там зацепа на зубцах шестеренки или сломанных зубов еще годится так раз здесь вот две таких пластинки принципе они абсолютно одинаковы просто видно почему они две сделаны для толщины наверное это все можно сделать из одной с одного с одного куска железа то есть китайцы видимо сэкономил и сделал с такой вот толщины тройки металла две пластинки без приблизительно есть там пять с половиной шесть миллиметров так еще есть вот упорный такой упорная штанга скажем которая уже давит на механизм который раскачивает пилочку вот эту часть она давит и что у нас игольчатый подшипник даже все шестерня сидит не на втулке вот она игольчатом подшипники что довольно таки странно для китая ну для такого ответа в китай как этот это даже ничего то есть раз шайбочка все как мыть я не буду снимать продолжим видео сразу уже будет сборка так 321 пуск и так есть у нас все чистенькая все вымытая выдутая этап номер два сборка вот собственно новый кронштейн сперва надеваем игольчатый подшипник так немного смазочки тут сейчас нам нужно сейчас все собираем последовательности вот который я показываю наверно для начала он ставим шайбочку в остаточное место и ставим ротор за него просто удобно держаться все так вставили так 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 пластинка наверно будем добавлять смазки на пластинку потому что здесь как видно есть вы места выработки где металл трется в металл на создает хороший такой скрежет звук наверно все-таки лучше все промазать и сборки раз 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 так теперь пластина то есть один момент если вот вы разбирали и возможно заметили что на каждой пластине есть места выработки то есть где она стояла то есть эта пластина стояла на вот этом штоке и оставим раз так вторая пластина между ними не надо смазывать они в принципе одной одна и та же деталь скажем вторая пластина этой здесь немного помазать 1 1 1 все теперь можно ставить шестерни вот не есть такие специальные позиционные вот эксцентрики скажем вот этот большой эксцентрик он становится на вот эти пластины маленький вот он на вот этот шток то есть этот шток становится на маленький эти пластин на большой и так целимся и попадаем так раз с с с с с так это с ну и так вроде бы все получилось сейчас зафиксируем весь механизм ставим вот такую шайбочку и устанавливаем штопорное колечко так все его поставили на место все у нас уже не разлетится ничего никуда немного сжимаем штопорное колечко коп все есть так весь механизм собран так что теперь теперь мы собираем все корпус так вот сюда еще на штифт вот этот идет проставочка которая увеличивает диаметр его тем самым работает она вот в этом штоке то есть чтоб проставочка что шток штифт вот этот на шестеренке который не люфтил вот пластине 1 так продеваем ставим шток так все-таки много смазки туда задавим так ставим втулку и такой шарик пластинку и все вставляем корпус каждую деталь стараясь поставить свое посадочное место так здесь здесь все у нас стоит поролончик так здесь еще есть пружинка и вот такой чашечка она ставится вниз на втулку которая держит уже сам шток и она вот имеет вот такой люфт что шток мог раскачиваться раз ставим туда и сжимаем пружинку ставим на свое посадочное место так есть так пластинку пластинку вот эту тоже все поставили так и так все поставили на свои посадочные места закрутили винты так року при этом был должен свободно вращаться вот видим весь механизм у нас работает то есть каждая деталь нашла свое место все отлично добавим смазки на шестеренку вот при этом вращая так смазки на шток ну что шток тоже механическая штука трется во втулках тем самым вот издает нехороший звук и нагревается немного добавим везде в механику очень удобно работать со шприцом так вот так размазки ваем здесь сильно много не будем чтобы не летела нам на крыльчатку не засирала весь инструмент так теперь можно поставить вот упорную пластинку пилочки весь забыли штифт 1 1 2 2 2 2 2 3 6 6 6 так все все стоит еще раз покажу как все работает ставим щетки 2 7 7 6 6 4 5 5 6 6 проверили смотрим чтоб нет никакой шнур кабель не выступал за пределы вот контура корпуса чтобы его не переживать обязательно проверяем есть вот такая вот пластинка здесь она на своем он корпус заходит свой паз все еще раз по прижимали и закрываем крышкой целимся 1 и так вроде все отлично берем шурупы закручиваем сначала закручиваем там где статор и пластика сначала лучше зажать механическую часть в этом районе по тому же дальше произвольном порядке а а а а так и так для того чтобы проверить работают ли он принципе корпус у нас собран сейчас мы можем проверить хорошо ли работает ходит шток работает ли раскачка включаем резет внимание пуск выключаем ну что ж все отлично у нас получилось дальше я соберу столики пластинку уже без вашего присутствия и так кто смотрел кому понравилось мое видео прошу подписываться ставьте лайки всего доброго